Пенсионерка Ирина Масленникова привела на прием к ветеринару двух собак – шпицы девочку и мальчика. У последнего незавидная судьба, жестокое обращение, отказ хозяев и жизнь в приюте. Но черная полоса для него закончилась. Пенсионерка забрала животное домой. Денег на содержание уходит прилично, говорит Ирина. Бесплатный прием в мобильном ветгоспитале – отличная помощь. Почистили канал с собаки, постригли ногти, смотрели, сказали, что надо зубы почистить, оцениваемое обслуживание очень хорошо. А захотелось, просто вот прочитала рекламу пенсионерам бесплатно, ну с двумя собаками в наше время, да. Кошечка Белка, она ко мне попала в 2018 году и была очень больна. Вот, я ее лечила, но попала где-то, да, на полгодика ей было. И вот с тех пор мы лечимся по охоте к ветеринару. Это очень дорого сейчас в наше время, и поэтому такие благотворительные акции очень даже полезны и нужны людям, потому что очень много бездомных животных и те, которые действительно живут дома, но человек не имеет возможности обратиться в ветеринарную клинику. Инициатива запустить дежурство ветмобиля у известных многим нижегородцам зеленых эко-пунктов предложена фондом «Во благо дар». Он создан при поддержке компании-создателя этих эко-пунктов. Сам уникальный для России ветмобиль предоставлен фондом «Сострадание НН». В передвижном веткабинете питомцу проведут первичный осмотр, УЗИ-диагностику, удалят колтуны и даже сделают простейшие операции. Мини-госпиталь можно оснастить всем оборудованием, начиная от хирургического, заканчивая терапевтическим. То есть мы проводим здесь операции для стерилизации, кастрации. Здесь проходит максимальная дезинфекция, здесь специальный есть прибор. Есть место, где можно положить животное и госпитализировать его в срочном порядке, если это требуется. К примеру, если произошел вызов на улицу сбитой собаки, здесь всегда можно оказать первую помощь, оснастить клеткой, посадить, и под присмотром врача, и фельдшера, отвезти животное непосредственно в госпиталь. В уникальном мобильном ветгоспитале бесплатно примут питомцев граждан льготных категорий, пенсионеров, малоимущих, а также маломобильных групп населения. Безвозмездный прием также предусмотрен для людей, подобравших бездомное животное. Ветмобиль будет дежурить у эко-пунктов по графику. Узнать расписание и записаться к ветеринару можно по телефону 21-240-21. У нас очень много планов у нашего фонда. Во-первых, мы курируем животных, бездомных, которые попадают в ветеринарную клинику зоозащиты. Им некому помочь, и мы берем кураторство на себя. А также вот этот ветмобиль, где за день он может принимать 16 человек, и может даже не по одному питомцу. Поэтому сейчас пока финансируется фонд только исключительно на деньги компании «Сток». Но помочь проекту с передвижным ветгоспиталем может каждый. Для этого необходимо принести вторсырье в зеленые эко-пункты, а средства, полученные от его сдачи, сложить в специальные ящики-домики. Фонд «Во благо дар» направит эти средства на оплату работы мобильного госпиталя или подопечным фонда «Сострадание НН». Основной проект нашего фонда друзей не покупает. Мы берем на кураторство животных из зоозащиты, всячески помогаем их пристрою, курируем их, обеспечиваем их жизнедеятельность, лечим этих животных, ну и, по возможности, ищем им семью. Во всех наших эко-пунктах установлены данные домики, и здесь мы говорим о том, что мусор равно чья-то спасенная жизнь. Сейчас помочь подопечным фонда «Сострадание НН» можно в двух эко-пунктах в Дзержинске и в 41 эко-пункте в Нижнем Новгороде. До конца этой недели ящики-домики для пожертвований появятся во всех 49 эко-пунктах Нижнего Новгорода. Екатерина Васильева, Алексей Корякин. Время новостей.